Честно, я никогда не думал, что это со мной произойдет. Но произошло. И очень кринжово. Да, парни, всем привет. Сегодня я хотел бы вам рассказать о том, как у меня воруют видео. Знаете, данная ситуация остается для меня загадкой, потому что я не понимаю, для чего это вообще делать. Вот. Ну, а также эта ситуация просто веселит, потому что это не такое уж и воровство, якобы. Короче, сегодня расскажу, все покажу и смотрите ролик до конца, поскольку вот такого плагиатчика вы, наверное, вряд ли видели. Сразу хочу сказать, что я против буллинга, против оскорблений, и поэтому я не призываю вас как-то оскорблять данного автора плагиатчика. Вот, как бы, хотите постебать, постебите, но не оскорбляйте. Шутки прикольные, но вот оскорбления нет. Просто это знаете. Начну, пожалуй, с того, что я давным-давно знал о существовании данного персонажа, поскольку, как только он выложил мое видео, подписчики сразу это раскусили, и, в принципе, мне написали, типа, «Жумбек, твое видео почему-то на другом канале». Кстати, спасибо всем огромное за информацию, потому что данный персонаж мне в реках не попадал, и, наверное, вряд ли я когда-то бы наткнулся на его видос. Смотрев данный ролик, я понял, что это всего лишь один ролик, который он у меня украл, и я к этому отнесся даже как-то без интереса. Ну, типа, украл и украл. Вдруг он там собирает, не знаю, видео разных блогеров. Ну, типа, фетиш такой, подборка, ну, кто его знает. Потом, через некоторое время, мне стали писать еще чаще, типа, «Джумбек, у тебя как бы видео на другом канале, какого фига, там парень какой-то заливает и выдает их за свои». Я просто немного забыл о данной ситуации, такой, «А, дай посмотрю». И да, действительно, тот парень у меня украл около пяти видеороликов. На тот момент у меня мыслей не было никаких, но единственное, что я придумал, опять же, на тот момент, это просто найти его и отхерачить. Не, ну, это, конечно, шутка, но после опроса в Инсте мне много кто предлагал это сделать, типа, «Найди его, отхерач, типа, какой фиг он тебе ворует». Вот, кстати, у меня в Инсте много проходит всяких интерактивов, ну, в сторисах, поэтому, если хотите, подписывайтесь. В общем, единственное, что я сделал, я ему даже страйка не кидал, я просто ему написал в ЛС с просьбой пояснений, типа, «В чем прикол?». Да, может быть, я стал резко старым, может быть, это был какой-то пранк, может быть, знак внимания, но я реально не понимаю, зачем он это сделал. И, как вы поняли, я написал ему 2 октября, но, как вы видите, как вы понимаете по этому видосу, он мне так и не ответил, даже не прочитал мое сообщение, к сожалению. Возможно, он занят и готов сперить следующий видеоролик. Честно, вот этого видеоролика могло и не быть, если бы он просто, там, не знаю, написал, там, я не знаю, извинился, или просто перестал бы это делать. Но ничего исперечисленного он, к сожалению, не сделал, и поэтому мы тут. Опять же, это не такая глобальная проблема, она даже, я бы сказал, вообще бы не серьезная, она больше смешная, и я объясню почему. Вообще, на самом деле, довольно-таки странно, что в последнее время тема плагиата, она поднимается все чаще. Да, вот недавно прошел хайп по поводу плагиата еще одного блогера, он даже канал удалил, и единственный, так скажем, единственный вопрос, который меня интересует в данной ситуации, и в той ситуации, причина, причина плагиата контента. Вот это самое главное, как по мне. Просто лично я вот таких ситуаций, ну, недопонимаю. Если что, любая соцсеть, она сделана для общения, для высказывания своего личного мнения. И когда ты заводишь канал, или там делаешь какие-то публикации, сторисы, или что-то подобное, ну, делай ты это свое. Я еще прекрасно понимаю фан-группы, да, конкретного человека, но это я как бы понимаю, потому что человек там выискует фотки, я не знаю, какие-то байтовые комментарии, ставь лайк, там, если любишь, там, Шевцова, там, или что-нибудь подобное, да, как бы я это еще понимаю. Но когда берут чужой ролик и выдают за свой, ну, это кринж. Пусть даже вышедший в видеоролик по качеству будет плохой, или хороший, да, но самое главное, чтобы он был твой. Чтобы он был твой, с твоими мыслями, с твоей позицией, с твоим говором и так далее. Если информация какая-то фактическая, да, ты взял ее с интернета, прочитай. В этом нет ничего страшного, но тогда, когда ты якобы рассуждаешь о консолях, какую консоль взять, и выкладываешь просто чужой ролик, ну, в чем в этом кайф? Когда берут видеоряд, я тоже к этому нормально отношусь, потому что я тоже беру всякие футажи и так далее, да, и я не против, если берут мои. Но тогда, когда берут смысл, какую-то позицию, и просто взгляды, ну, это кринж. Это кринж 10 из 10, реально. Короче, что-то, мне кажется, я подзатянул с началом. Короче, давайте посмотрим на данного персонажа. В общем, данный парень имеет канал под названием Full Cram, что с английского означает точка опоры. Но мне почему-то созвучнее его называть Full Cram. С перевода на английский, но сами знаете, означает что. Вот, если проанализировать его канал, то вы поймете, что он, скорее всего, ПКшник, а не консольщик, сборки ПК, обзоры, IT-советы. Техноканал всей Аруси про технологии. Да, он прям в шоке, что он такой эксперт. Рассказывает иногда приставка Xbox Series X, Series S, 1S, Плойка 5. Короче, обо всем он рассказывает и все дела. Короче, крутой очень парень. Вот, он выпустил где-то около 30 видеороликов. И когда мне скидывали мои видеоролики, да, я их насчитал, там, по-моему, 5 штук, я еще думал, что это тоже мой ролик, но у меня есть подозрение, что он тоже... Их скоммунизил. Вот, давайте послушаем просто говор. Ох, блин, у него еще монтизация здесь стоит. Ну, вот просто послушайте тембр, голос и так далее данного видоса. Всем привет, дорогие друзья. И знаете, я уже раньше снимал видео про Xbox, и, блин, актив был просто бешеный. И многие писали, чтобы я снял видео, но только уже про новую консоль от Xbox. Но и сегодня мы постараемся рассмотреть... Запомнили, да, как он говорит, его интонацию и так далее. И теперь давайте включим тоже вот недавно от этого видоса, его видос, настоящий. Начнем с подробного разбора внешнего вида. И это вот консоль здоровенная, размером, я не знаю, с голову этого... Мы заодно сравним эту консоль с Nintendo. Говор совершенно другой, плюс он очень картавый, и поэтому он выдает себя там на все 100%. Насчет моих видеороликов. Первый видеоролик. Помнить, что Xbox Series S создавалась, по сути, под Full HD. Максимум. Ребят, всем привет, и, как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о том... Так, вы поняли, что это мой видеоролик. Потом... Ну, 500 гигабайт памяти. Видео уже снимали, эту тему мус... Да, видеоролик мой. Потом... Давайте наверх. Тын... Тын... Проплойку тоже мой. Плюсы и минусы. Покупки консоли PlayStation 4 Slim и PlayStation 4 Pro... Так... И потом вот этот мой видеоролик. Но, несмотря на это, я вам расскажу свою точку зрения по этому вопросу, как бы я поступил в этой ситуации, выбирать... Я думаю, нет смысла предлагать пруф, что это мой видеоролик, потому что вы слышите мой голос. Вот. Потом вот это мой видеоролик. Покупок двух консолей нового поколения. А конкретно ответить на вопрос, а стоит ли сейчас гнаться за новым поколением? И вот этот видеоролик тоже мой, который он выложил три дня назад. Вообще, парню по боку. Ту или иную консоль и все еще думает над своим выбором. Видео будет, как всегда, объективное. И, кстати, заметьте, как он офигенно вырезает мою фразу Всем привет, с вами, как всегда, Джамбо Макс. И мы сегодня по PlayStation 4... Слушайте. PlayStation 4... А, он здесь вообще просто начало вырезал. Хорошо, давайте вот здесь. Джет. Но не... Привет, друзья. Еще никогда геймер... Друзья, привет. Леня, привет. Я расскажу вам, как... Слышите. Друзья, привет. И в этом видео я расскажу вам, какой... Всем привет в этом видео. Здесь должно быть... Всем привет. С вами, как всегда, Джамбо Макс или просто с вами Джамбо Макс. И прям вообще нормально. И ребята комментируют. Он собирает просмотры, лайки, дизлайки. Прям нормально. Ну, кстати, ребята поняли, что, в принципе, видеоролики тоже мои. Потому что там кто-то писал, типа, это же Джамбо Макс, Джамбо Макс. Но, в принципе, несложно догадаться, потому что он вообще не парится насчет этого. Вот. Знаете, я еще бы понял, если бы он заливал абсолютно все мои видеоролики, не показывал своего лица. Но он... Он как бы... Типа он... Но когда переходишь на видеоролик, это просто не его видос. Знаете, он настолько хороший плагиатчик, что даже спер у меня залысину. Вот этого я тебе не прощу, Сергей. Вот, вы понимаете? Вы понимаете? У меня точно такая же залысина, но я просто скоммунизил. А одел очки, чтобы, видимо, не заподозрили или поняли, что, как бы, это один и тот же человек. Давайте посмотрим, похож ли я вообще на него или нет. Тот самый момент, когда он, видимо, хотел сделать так, что все думали, что не он у меня спер видеоролик, а я у него спер. Да. Также у меня, в принципе, очень большой вопрос к нему по поводу того, что он неужели настолько считает свою аудиторию тупую, что ребята не догадаются, что некоторые видеоролики не его. Я понимаю, он выложил бы еще один видеоролик, но он выложил как минимум пять. Ну и, наверное, максимум. Да, он выложил пять моих видеороликов и, типа, со спокойной душой, типа, нормально чирит. И продолжает их выкладывать, потому что три дня назад. Ну, камон. Ой. Ну, знаете, самое эпичное, кринжовое и угарное, что он даже не удосуживается вырезать какие-то личные упоминания или личные истории, типа, вот этот обзор. Помнить, что это вообще обзор на Xbox Series S. Ребят, всем привет. Когда мне брат купил Xbox Series S, я сделал обзор. Сейчас я опруфану, что это мой ролик. Ребят, всем привет. С вами, как всегда, Джамбу Макс. И, как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о той самой малютке, которая может в Next Gen и которая называется Xbox Series S. Чтобы вы поняли, что это мой видеоролик. И, как вы уже догадались, сегодня речь пойдет о той самой малютке, которая может в Next Gen и которая называется Xbox Series S. У меня, кстати, такое ощущение, что вот этот футажик, он тоже у кого-то скоммунизил. Вот. И... Ну, вы поняли, да, что это мой видеоролик? Но самый кринж, о котором я говорил, он заключается в том, что он не вырезает личные истории. Дело в том, что, когда я записывал вот этот видеоролик, я рассказал о том, что у меня был медовый месяц. Сейчас, ну, розыгрыш он, конечно, тоже убрал, он молодец, вот типа RSX. Именно сравните их с точки зрения... Пожалуйста, с того, как оно у меня появилось. Когда я отдыхал в Сочи, так скажем, проводил медовый месяц, я... Он даже это не удалил, но это вообще крин. Меня и они, я могу делать, боятся. Если видос вам понравился, то приятно. Начну, пожалуй, с того, как оно у меня появилось. Когда я отдыхал в Сочи, так скажем, проводил медовый месяц, я, кстати, не сидел без дела, снимал влог. В общем, за этой консолью мы вообще... Это такой кринж, знаете, а если бы он добавил фразу, типа, если хотите, чтобы я его там выложил, типа, подписывайтесь. Неужели он бы влог тоже бы мой выложил? Вот, короче, не сложно догадаться, что это видосы мои, потому что он настолько не геморно их делает, что не боится, я не знаю, выкладывать, фу, какие у комнаты, он не боится, просто, я не знаю, выкладывать ребят, которых я рекламирую, где можно привезти игры с Аргентины. Ему вот вообще пофигу. То есть он сначала такой что-то делал, свое делал, а потом такой, ай, ладно, дай я буду заливать сейчас чужие видеоролики, никто не догадается. Нет, сори. К сожалению, фуллкам никогда не был так близок к провалу. И как бы, знаете, если люди не знают меня, они, ну, на самом деле, могут, наверное, подумать, что ролики его, если они не следят за его говором, не знают, как он там звучит и так далее, могут реально подумать, что это его видеоролики, там, ставьте лайки, просмотры. Опять же, как бы, за ними сейчас не особо гонюсь, вот в плане того, что, о, нет, он собрал мои лайки. Нет, просто как бы, мне непонятно вот эта ситуация вообще. И знаете, я бы мог давным-давно бы кинуть страйк на канал, но я просто не хочу заниматься данными проблемами, но хочу почитать рофлы, рофлы насчет этой ситуации в комментариях, вот, потому что мне нравится от вас рофлы. Ситуация на самом деле какая-то странная, нелогичная. И знаете, самое обидное то, что есть ребята, да, которые заводят свои ютуб-каналы, начинают делать что-то сами, а их видосы просто не стреляют и не набирают просмотры. Но зато есть чуваки, которые просто, я не знаю, выкладывают чужой видеоролик, чью-то чужую позицию и зарабатывают на монетизацию. Ну, таков мир. Есть ли какое-то прощение данным блогерам? На мой взгляд, нет, потому что эта акция все-таки не разовая, он как бы начал коммунизить контент, и он и продолжает воровать контент, и, ну, это как минимум неуважение к своей аудитории, которая к тебе пришла уже и которая придет благодаря данным видеороликам. Ну, поскольку ты изначальных обманываешь и показываешь ролики уже не свои. Сергей, обращение сейчас лично к тебе. Ответь на простой один вопрос. В чем прикол? В чем прикол заливать к себе на канал мои видеоролики и пытаться это немножко скрыть, хотя, в принципе, то, что это ролик мой, это очевидно. К видеоряду, в принципе, претензий нет, когда ты там берешь футажи и так далее, но ты реально не уважаешь настолько свою аудиторию, что думаешь, что ребята не заметят. Что за бред? Страйка, я не хочу тебе кидать и, наверное, не буду, но не исключаю этого факта, не исключаю. Вот, и просто, короче, ответь. В чем прикол? Вот в чем? Просто я реально не это понимаю. Если ты вдруг хотел бы спереть мое видео, да, но сделал бы ты это более качественно, просто вырезал бы мой звук, но дело в том, что ты делаешь не себе, не людям, да, что-то вот первую фразу выложил, что там это не Джамбо Макс, ну а потом просто выкладываешь, что это якобы твой видеоролик, но странно это, короче, жду ответа, если ты вдруг посмотришь данный видос. Ну а теперь совет ребятам, которые только начинают делать контент или уже имеют каналы. Ребят, делайте что-то свое, неважно, у вас может, я не знаю, быть аналогичная позиция, вы можете так же думать, да, но просто выражайте свои мысли, потому что для этого и сделаны соцсети. Когда вы начнете делать свое и будете делать с душой, ну скорее всего и тогда, ну еще и при помощи, конечно, алгоритмов и удачи, у вас возможно все выстрелит и вы наберете просмотры и лайков и так далее. Самое главное просто заниматься этим для души и потом у вас все пойдет в гору. Поэтому не будьте такими, не воруйте чужой контент так тупо, вот, и чтобы всегда у вас все было хорошо, пацаны. В общем, сегодня вот такой вот видос, если он понравился, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свое, мнение насчет этой ситуации, что вы думаете на этот счет и большое спасибо вам за просмотр, друзья. До новых встреч.